Глубоко уважаемые Татьяна Юрьевна, Анна Сергеевна, Галина Сергеевна, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Участвуют в этом крайне интересном формате заседания, конференции, школы. Я думаю, это очень интересно, и в будущем такая технология будет развиваться. Спасибо за возможность участвовать. И сегодня разрешите коснуться рака молочной железы и фертильности. Сразу же хочу оговориться, я онкогинеколог, акушер-гинеколог, в большей степени гинеколог, не мамолог. И вот здесь позиции именно в отношении фертильности хотелось бы представить вашему вниманию. Надо сказать, видите, в рамках этого популяционного исследования, достаточно большого, 16 тысяч женщин приняло участие в этом исследовании, и на круг было продемонстрировано, что у выживших женщин, страдающих от рака, на 40% меньше шансов стать беременным по сравнению с общей популяцией. И, кроме того, зависит от типа рака, и в наименее выигрышном положении, видите, находятся именно больные раком молочной железы. Зачастую это молодые женщины, зачастую благодаря успехам комбинированного комплексного лечения достигнуты хорошие показатели выживаемости, и становится вопрос о выполнении дальше репродуктивной функции. Поэтому вот этот момент сохранения фертильности онкологическим больным, и в частности раком молочной железы, крайне актуален. Поэтому в Соединенных Штатах там по обязанным онкологам, по страховым рекомендациям Министерства Медицины должна отправить молодую пациентку на консультацию к репродуктологу для решения, ну, гинекологу, репродуктологу для решения вопроса о возможности сохранения фертильности. Здесь есть несколько моментов онкофертильности, которых можно коснуться, и на каждом этапе можно каким-то образом сохранять фертильность. Во-первых, это на фоне лечения вопрос сохранения фертильности до начала лечения, после лечения и на фоне беременности. Но этот момент в сегодняшнем докладе я не посчитала возможным осветить, потому что, наверное, в сочетании именно рака молочной железы с беременностью это отдельная тематика, отдельного доклада. Здесь хотелось бы представить рекомендации, в том числе освещённые в учебном методическом руководстве от 2017 года, вот с авторствием Статьяны Юрьевны Семиглазовой, в рекомендациях выбора тактики лечения больных раком молочной железы, если вот так ей не повезло, и опухоль выявлена во время беременности. Достаточно дискутабельный момент. Здесь вот в этих рекомендациях сведены международные рекомендации, ЭСМО-рекомендации, Сангалена. И здесь, конечно, решается вопрос, зависит и от триместра беременности, и от желания пациентки, и от распространённости опухолевого процесса. Но в целом, на круг, если пациентка желает сохранить беременность, никто не вправе каким-то образом насильно ей прервать эту беременность. Хотя, я понимаю, в некоторых ситуациях абсурдность и невозможность трагической последствия в каких-то ситуациях, если эта беременность будет пролонгирована. В каких-то ситуациях возможно, и возможно лечение на фоне беременности, но это всё индивидуально. Сегодня хотелось бы коснуться именно онкофертильности, именно сохранения фертильности больным раком молочной железы. А это вот эти позиции до начала лечения, во время лечения и после лечения. В современной технологии сохранение фертильности, условно, можно разделить на превентивные и консервирующие. Превентивные – это лекарственные на фоне использования системной химиотерапии, то есть агонисты ганаттерапины релизиногормона. Органсохраняющие операции и консервативное лечение – это в аспекте больше касается онкогинекологии. В отношении рака молочной железы к превентивному здесь относятся агонисты, только ганаттерапины релизиногормона. И консервирующие – это ВРТ-технологии, то есть криоконсервация эмбриона, криоконсервация ацита, криоконсервация ткани яичника. Следует сказать, что ткань яичника, новых аоцитов яйцеклеток не образуется в течение жизни. Происходит только расходование с течением времени функционального резерва яичников. То есть если 20-я неделя внутриутробного развития у ребёнка, у эмбриона около 7 миллионов агоний, при рождении – это уже 2 миллиона агоний, к периоду менархии, то есть становлению менструальной функции, у девочки-подростка только 400 тысяч ацитов и в репродуктивный период около 300 тысяч. То есть происходит расходование. И если воздействуют какие-то агрессивные агенты, в частности химиопрепараты, то токсичное влияние на яичники доказано. И здесь даже разделены токсичное влияние медикаминдозных агентов по степеням высокого риска, промежуточного риска, низкого риска, к высокому риску относятся к фосфамиду. Фосфамид к промежуточному риску цисплатин, карбоплатин, доксорабицин и низкому риску венкристин, метрексат. И кроме того, в зависимости от возраста тоже влияние химиоэтрогенное влияние химиотерапии, тоже сказывается. То есть чем старше возраст, тем хуже прогноз для сохранения ткани яичника. Это возраст или до 30 лет, или возраст в рамках 30-40 лет. И поэтому, учитывая вот эти два момента, разработана публикация Ламберт европейского сообщества, риски этрогенной аминарии, именно в частности рака молочной железы, высокого риска, промежуточного риска и низкого риска. И здесь конкретно схемы, классифицированные, которые относятся к тому или иному риску. И в зависимости от возраста. Видите, высокий риск у женщин моложе 40 лет, схемы 6 курсов ЦМФ, КАФ, и с токсанами, и антрациклинами. Промежуточный риск тоже в зависимости от возраста есть разделение. И низкий риск у женщин 30-летних, соответствующие трехкомпонентные схемы, 6 курсов, у женщин 40 лет, 4 курса АЦ. То есть риск этрогенный существует, и каким же образом возможно сохранить фертильность, каким-то образом защитить яичники в этой связи, возникает вопрос. Теоретически токсичное воздействие химиопрепаратов на тканейчника, если рассматривать саму структуру тканейчника, есть непролиферирующие клетки, есть быстропролиферирующие клетки. И мишень химиопрепаратов, скорее всего, это быстропролиферирующие клетки, клетки гранулеза, то есть те клетки, которые регулярно в каждом цикле созревают ацет, выходит, соответственно, в середине цикла, и образуется и циклетка, то есть вот это вот циклическое расходование вот этих быстропролиферирующих клеток, на них, конечно, токсичное воздействие химиопрепаратов происходит, причем одномоментно развивается не один фолликул, а несколько, и, соответственно, токсическое воздействие да, возможно. И в этой связи, основываясь на вот этой вот теоретической теории, выдвинуты к использованию в качестве протекции тканей яичника агонистов гонотерапин-релизингормона, тем самым, подразумевая, что они приведут к анновуляции, то есть немного приостановят постоянное вот это цикличное изменение в ткани яичниках за счет снижения кровотока в яичниках и, соответственно, снижения роста фолликулов, тем самым снизит хитрогенное воздействие системной химиотерапии. И, в общем-то, это было продемонстрировано, использование агонистов гонотерапин-релизингормона еще в начале 2000-х годов. Здесь представлено исследование две группы. Группы на агонистах, группы без агонистов. И вот посмотрели по преждевременному истощению яичников 11 против 66. Выигрыш оказывается в пользу той группы, где используются агонисты. То есть восстановление менструального цикла, восстановление оволюции. Здесь проанализировано по именно менструальному циклу. Далее был вот этот метаанализ Дель Мастро, представленный в коллеге Альнена Эсма 2012 года об использовании агонистов. Вот эти вот исследования собраны в 2000-х годах. И выигрыш, видите, в сторону групп пациентов, где использовались агонисты, за исключением вот этих вот исследований. А у них как раз-таки включены были не больные раком молочной железы, а системными заболеваниями, где, казалось бы, как раз-таки лучше бы они бы сработали, на наш взгляд. Лучше бы использовать в этой связи агонисты, чтобы предотвратить истощение и истощение функций яичников. В отношении именно гонадотерапии релизингормона у больных раком молочной железы, вы видите, здесь представлены результаты метаанализа 2016 года, которая демонстрирует выигрыш в группе, где используются агонисты гонадотерапии релизингормона. Однако, единственное, что здесь подвергается критике, поскольку оценка здесь шла по восстановлению менструальной функции, статистическая достоверность была, но по количеству беременностей тенденция была выигрыша в этой группе, но без статистической достоверности. В отношении больных раком молочной железы было большие два исследования среди рецептор-позитивных больных раком молочной железы и рецептор-негативных именно по возможности протекции функции яичников по сохранению фертильности. Это первое исследование «Промис» среди пациентов Это рецептор позитивного рака молочной железы. Молодые женщины, по крайней мере, моложе 45 лет, которые получали неодевантную химиотерапию, получали где-то в 70% случаев томоксифен дальше. И вот на две группы были разведены на получающие, поддерживающие терапию, агонистами гантропин-релизин гормона и не получающие. И вот оценка была конечной точки преждевременной менопаузы, вторичной точки число беременности и родов. И по результатам этого исследования промис, да, достоверность хорошая получилась, выигрыш в группе, где были агонисты гантропин-релизин гормона 8 против 25 по критерию ранняя менопауза. То есть год после окончания химиотерапии статистически достоверно да. По количеству беременности тенденция была, но статистической достоверности получено не было. Вот вы видите, по восстановлению менструальной функции, да, статистическая достоверность была, но вот по количеству беременности тоже, видите, контрольная группа без агонистов и с агонистами. Да, тенденция есть, лучшая в этой группе, но вот статистической достоверности нет, хотя, может быть, видите, и набор просто пациенток не такой большой получился именно по числу беременностей среди них. Может быть, из-за этого пострадала достоверность. Другое исследование по ЭМС уже среди пациенток рецептора негативным больным раком молочной железы и тоже получали системное лечение и тоже разделили на две группы, получавшие и не получавшие агонисты гантропин-релизин гормона для сохранения фертильности. И первичная точка такая же была, вторичная тоже, и вот по числу беременности, что у них получились. В этом исследовании, ну и по преждевременной менопаузе выигрыш был в группе агонистов гантропин-релизин гормона, а вот главный выигрыш, который больше нас волнует, это беременности и роды. Да, здесь получился выигрыш в группе пациенток, которые получали протекцию в виде агонистов гантропин-релизин гормона на фоне химиотерапии. Вот здесь представлено на слайде 89 против 79, статистически достоверное различие в пользу группы с агонистами. Ну и в качестве контроля оценена общая выживаемость, тоже вывели, ну по крайней мере хуже, каких-то результатов в группе агонистов не получили, то есть этически все соблюдено было. И поэтому, как результат, вот это консенсусное решение авторитетного мнения Сангаленовского, подавляющее большинство экспертов поддержали медикаментозное подавление функций яичников во время химиотерапии по поводу рецептора отрицательного рака молочной железы с целью профилактики преждевременной менопаузы и сохранения фертильности. Другой момент, также экспертами Сангалена воспринимается как сохраняющая фертильность функция использования криоконсервирующих технологий, то есть то, что действительно доказано работает и будет сохранять фертильность этих пациентов. Это криоконсервация эмбрионов, фооцитов и тканей яичника. Но здесь, конечно же, перед решением вопроса сохранения фертильности полезно оценить авариальный резерв у этих пациенток. Авариальный резерв – это функциональный запас яичников. Он складывается из трёх составляющих по современным гинекологическим стандартам определения концентрации антимюллерового гормона в крови, подсчёт количества и оценка диаметра антральных фолликулов при УЗИ и определение объёма яичников методом трансвагинального УЗИ. Антимюллеров гормон в любой лаборатории, анализ этот выполняется, маркёр старения яичников и авариального резерва. В отношении объёма яичников специальное ультрасонографическое исследование определяется на 2-5 дни цикла, ну и вычисляется, соответственно, на определённых трёх измерениях, сделанных в двух перпендикулярных плоскостях. И объём яичника менее 3 см свидетельствует о недостаточности авариального резерва. Ну и третий момент – ультразвуковой подсчёт числа антральных фолликулов, наиболее точный метод оценки авариального резерва, то есть тоже специальная технология ультрасонографическая, которая позволяет оценить авариальный резерв. Действительно, криоконсервирующая технология, если раньше однозначно говорили, что криоконсервация эмбриона – самый эффективный, самый лучший вариант сохранения фертильности, то сейчас достигнуты успехи их криоконсервации ацита, особенно если по религиозным соображениям недопустимо пациентке криоконсервировать эмбрион, то криоконсервация ацита сейчас достаточно хорошо разработанная технология, потому что раньше при разморозке разрушались вот эти ациты, сейчас достигли за счёт этой технологии хорошие 90% жизнеспособности фертилизации после разморозки ацитов, то есть шанс на рождение ребёнка 30% после криоконсервации ацита. Но в аспекте ракомолочной железы, да, хорошие результаты в репродукции, однозначно всеми экспертами поддерживается, что это самые лучшие технологии по сохранению фертильности, но откладывание химиотерапии и высокий уровень эстрогенов. Как на это посмотреть в ключе ракомолочной железы? Потому что этапы ВРТ при злокачественных новообразованиях, каким образом? То есть это идёт, пациент законсультируется, репродуктолога, определяется её в реальный резерв, дальше она берётся на протокол ЭКО, стимуляция, овуляция, которая какое-то время забирает трансвагинальная пункция, дальше эмбриологический этап, дальше криоконсервация, дальше этап лечения злокачественного заболевания, дальше ремиссия, в это время всё эмбрионы или ациты хранятся в криобанке, и уже в ремиссии, когда онколог, мамолог совместно с репродуктологом разрешает беременность, то тогда производится перенос эмбрионов в полость матки, и дальше уже поддержание лютинной фазы и контроль наступления беременности. При стимуляции овуляции используют гонадотропины, рекомбинантный ФСГ, ЛГ, человеческий менопаузальный гонадотропин, агонисты гонадотропин-релизинг гормона, антагонисты гонадотропин-релизинг гормона, и существует несколько схем протоколов стимуляции. Есть короткий, длинный, гипердлинный, есть ультракороткий, есть в естественном цикле. Короткий протокол, надо понимать, что начинается с 3-5 дня менструального цикла, длится 10-12 дней, то есть если пациентка пришла в второй фазе менструального цикла, вы понимаете, что уже отсрочка за счет вот этого происходит. Если она пришла вот в эти дни, конечно, да, ей повезло. Короткий протокол, она практически сразу попадает. Соответствующая гиперстимуляция. Длинный протокол с 19-22 дня менструального цикла длится 3-4 недели, но это не подходит для онкологических больных. Ну и в естественном цикле крайне негативно репродуктологи относятся к этому методу. Меньшая эффективность от 0 до 10%, обусловлено тем, что в результате пункции получают всего одну яйцеклетку, значит, не только снижается вероятность успешного оплодотворения, но и нет возможности выбрать лучшую яйцеклетку. И есть риск вообще не получить ни одной здоровой созревшей яйцеклетки. То есть отложили лечение, еще и ничего не получили. Еще вариант криоконсервации ткани яичников. До сих пор относится к экспериментальным методам, но в некоторых ситуациях невозможно от него отказаться, только он остается методом выбора для сохранения фертильности у ряда пациентов. Это лапароскопическая операция, забор кортикального слоя яичников перед химиотерапией, дальше эмбриологический этап, заморозка, хранение, дальше лечение онкологического заболевания, дальше ремиссия, дальше опять лапароскопическая операция, возвращение ткани яичника после разморозки, подшивание лучше всего на ткань оставшегося яичника, либо в область, где этот яичник находился. В отношении гиперстимуляции безопасно это или нет, дискутабельный момент, но здесь могу вам привести только вот эти исследования, которые существуют, рак молочной железы, сохранение фертильности, можно ли с рецепторопозитивными опухолями проводить ВРТ гиперстимуляцию. Вот эта вот статья представлена, в которой было включено почти 80 пациентов, контролируемая стимуляция яичников перед началом лечения по поводу рака молочной железы, рецепторопозитивный. Видите, в 80% эстроген рецепторопозитивным. И была продемонстрирована гиперстимуляция, контролируемая стимуляция яичников, и элитрозол, в том числе, в КВД-протоколе был задействован. И в итоге, по результатам этого исследования, была продемонстрирована безопасность в отношении безрецептивной выживаемости в группе пациента, к которым проводилась гиперстимуляция до начала лечения, по сравнению с контрольной группой аналогичного возраста и аналогичной группы. Что у нас по России? Мы коснулись с вами в отношении наследственного рака яичника, как по законодательству, насколько мы не защищены в отношении профилактических операций. Что же по возможности репродуктивных технологий? Есть приказ, вот этот 107-й Н, перечень противопоказаний к проведению базовых программ ВРТ. И есть приложение, да, злокачественное новообразование. Это противопоказания, да. Но до 2012 года не было вот этого примечания. То есть мы не могли использовать ВРТ-технологии у онкологических больных. Сейчас, благодаря вот этому примечанию, после 2012 года при наличии в анамнезе злокачественного образования, вопрос о возможности использования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога. То есть консилиум проводится и дается позитивное решение на возможность использования ВРТ-технологии. То есть таким образом у нас это разрешено в нашей стране для онкологических больных. Таким образом, сохранение фертильности онкологическим пациенткам возможно. Если это рак молочной железы, то здесь возможно использовать превентивные методы. Агонисты гонотропин-релизин гормона на фоне химиотерапии доказаны для рецептора негативного рака молочной железы. Ну и, конечно же, криоконсервирующие технологии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лена Александровна. Какие будут вопросы или комментарии? Тогда, пока зал думает, я еще раз просто хотела отметить крайнюю актуальность великолепного доклада Ильи Александровны. И прежде всего хочу отметить, что у пациентов рака молочной железы будет то женщина, у мужчин тоже рак молочной железы никто не отменял. После проведения химиотерапии наступает химическая кастрация. И в ряде случаев она необратима. Поэтому, Елена Александровна, ну еще раз просто, чтобы сакцентировать внимание, кому направлять онколог на приеме, мультидисциплинарная команда, понятно, гинеколог, кому направить все-таки гинекологу или гинекологу-репродуктологу? Вот какой должен быть, как выстроить алгоритм, если это в регионах? Ну, если в рамках нашего учреждения, да, нам, конечно, здесь свободнее, вольготнее, да, к нам к онкогинекологам, да, отправлять, потому что у нас каждый онкогинеколог имеет сертификат акушерогинеколога. А так, в общем-то, если врач-онколог информирован в этой области, то он может направлять к репродуктологу. А репродуктолог от него хочет заключения. Противопоказаний для гиперстимуляции яичников нет. Вот что хочет репродуктолог увидеть. Но все-таки с нашей точки зрения, действительно, для больных рака молочной железы в ряде случаев, если это трижды негативный ипотип или ХЕР-2, позитивный ипотип, который в ряде случаев, если молодая женщина не терпит, потому что, ну, в ряде случаев незамедлительная химиотерапия, то вот тогда, вот какие тогда методики более предпочтительны, когда у нас нет много времени на длительную стимуляцию? Если нет возможности для отсрочки, тогда только вариант криоконсервации ткани яичника. Насколько она успешна? Вот еще раз просто подчеркните. Ну, это вот еще раз тоже хочется подчеркнуть, что она все равно еще относится к экспериментальным, но технологии улучшаются. И сейчас в мире уже более 30 детей, рожденных после криоконсервации ткани яичника. И в частности в Санкт-Петербурге есть рожденный ребенок у женщины по поводу лимфопролиферативного заболевания. Была выполнена криоконсервация ткани яичника в одном из наших центров Санкт-Петербурга. Далее пролечена, далее подсадка вот этой сохраненной замороженной ткани яичника обратно. Дальше ВРТ-технологии гиперстимуляции яичника, дальше забор ацита, облудотворение сперматозоин мужа и подсадка эмбриона в полость матки. И вот эта вот беременность успешная Санкт-Петербург. И вот первая часть вашего доклада еще тоже хотела отметить. У нас сейчас в государстве и во всем мире два основных направления – это онкоиммунология и фертильность, на тех конференциях, в которых мы участвуем. И больше беременность, то есть рак молочной железы не является противопоказанием к беременности. Это не является показанием к медицинскому аборту. То есть наличие рака молочной железы в сочетании с беременностью не является абсолютным показанием, как это раньше было, для проведения медицинского аборта. Ну, здесь тоже, наверное, зависит от ситуации, если это распространенный рак молочной железы. Ну, это да, но в ряде случаев нет, а в ряде случаев есть это… Ну, как раньше было. У нас же просто, как только был рак, то это тут же давалось… Нет, не показания к прерыванию. И вот эксперты, между прочим, ЭСМО сравнивали с ЭСМО и НССН рекомендации. ЭСМО и сангаленовские эксперты не рекомендуют преждевременные роды, то есть не настаивают на укорочении срока гистации, то есть это роды в срок, и затем уже… Или лечение уже было на фоне беременности, и дальше уже после родов обычных в срок, к продолжению лечения. То есть нет рекомендаций к более раннему родоразрешению. То есть сама беременность не усугубляет течение рака молочной железы. Вот преждевременное ее разрешение может только ухудшить прогноз течения рака молочной железы. Но и для ребенка тоже. Да, и для ребенка тоже. Потому что даже с второго три места ведутся работы, проводится химиотерапия. В ряде случаев просто мы четко должны знать, что тростозумаб и тамоксифен не… Значит, если женщина планирует забеременеть, то тамоксифен и тростозумаб противопоказаны, потому что на тамоксифене высока вероятность различных уродств, а тростозумаб проникает через плацентарный барьер и опять-таки токсическое воздействие на почки. Поэтому женщин, когда они получают тамоксифен или тростозумаб и диватна, обязательно предупреждать о двух различных методиках… Как это правильно сказать? Ну, профилактике нежелательной… Контрацепции. Да, контрацепции. И, может быть, предусвещая вопрос аудитории, да, тамоксифен назначается где-то необходимо в течение пяти лет, там, где необходимо десяти лет. Но если это молодая женщина, то, по идее, по жестким канонам, она должна принимать пять лет тамоксифен, только потом ставится вопрос о разрешении ей беременеть. Но сейчас вот продолжается исследование, не вспомню название того исследования, когда возможно прерывание приема тамоксифена на 18-30 месяцев. Вот эти молодые женщины, ну, благоприятный прогноз рака молочной железы. По идее, им теоретически доказано, что пять лет приема тамоксифена улучшит общую безрецидивную выживаемость. Но они молодые, хотят беременеть. И вот тогда, сейчас вот это исследование продолжается, прерывает прием тамоксифена на два года, беременеет, рожает, но дальше продолжает прием лекарственных препаратов. Вопросы будут коррекциально? Все так ясно и понятно, Нерцана. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok